К нам присоединяется Дмитрий Левусь, политолог. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, правительство США намерено остановить все открытые заказы на системы противовоздушной обороны Патриот и ракеты-перехватчики к ним, пока Украина не будет иметь достаточного количества этих ПВО для защиты от воздушных атак России. Об этом пишет Financial Times. И еще одна новость вдогонку. Румыния передаст Украине свою систему Патриот. Вот такое решение, хотя очень непростое решение для них было принято на Совете обороны страны. Как вы оцениваете такую поддержку наших партнеров, ну и такие приоритеты в новых поставках Киеву? Однозначно можно говорить, что это системное решение, потому что, с одной стороны, мы видим, что Вашингтон предпринимает конкретные действия, поскольку тут уже известно, что есть определенная обеспокоенность со стороны Швейцарии, которая тоже была заказчиком на Патриоты, и теперь их подвинули в очереди. Есть, опять же, понимание со стороны Румынии на территорию которой даже падали шахеды, в том числе и взрывались, и тем не менее они понимают, что сейчас это важнее обороны Украины. И то, что это происходит практически одновременно, то есть когда передается и техника, которая уже стоит на вооружении, освоена, как это в Румынии, и одновременно с этим новые ракеты и новые, возможно, установки, которые производятся со стороны Соединенных Штатов, это вот как раз свидетельство системности подхода и понимания того, что Украине просто необходимы новые системы ПЛО и усиление, такое комплексное усиление противовоздушной обороны на фоне того, что война не заканчивается. И понятно, что это реакция на путинские слова о том, что, в общем-то, никакого мира невозможно, а наоборот он остается на своих таких агрессивных требованиях. Поэтому я думаю, что такие шаги можно только приветствовать, и я думаю, что на самом деле это часть тех решений, которые были приняты только. Южная Корея может начать поставлять оружие Украине после создания Путиным военного альянса с КНДР. В правительстве страны уже заявили, что пересмотрят свою позицию относительно таких поставок, поскольку Сеул озабочен сближением Пхеньяна и Москвы. Ранее южнокорейское оружие попадало в Украину только через посредника. Сейчас ситуация может измениться. Ну и я напомню, что страна обладает одним из самых больших арсеналов в мире. Ну и, кстати, была такая информация, что неформальным спонсором украинского наступления летнего в 2023 году была как раз именно Южная Корея. Ну вот Путин на эти заявления Сеула уже начал угрожать руководство Южной Кореи. Как вы полагаете? Но ведь военный альянс Северной Кореи и Москвы в принципе существовал. Сейчас они, так сказать, формализировали свои отношения. Как вы думаете, Южная Корея может уже начать прямые поставки в таком случае оружия Украине? Ну, относительно альянса Северной Кореи с Россией сейчас не только формализация произошла. Можно вообще говорить о том, что Россия окончательно подорвала ту систему отношений мира с Северной Кореей, которая сложилась. То есть, по большому счету, поскольку Северная Корея пребывала под таким санкционным давлением мира, кстати сказать, достаточно такая редкая ситуация, когда именно Советом Безопасности ООН утверждены санкции, и где, в общем-то, Россия тоже их утверждала. И сейчас, фактически, опять же, после заявлений Путина, который сравнивает эти санкции с блокадой Ленинграда, ну, то есть, если так немножко юмористически посмотреть, то есть себя с Гитлером, да, по большому счету, он же тоже один из авторов, то, естественно, что понятно, что это обход, да, то есть понятно, что корейская рабочая сила и так пребывала в России в большом количестве, сейчас это изменяется, контролировать поставки вооружений и боеприпасов тоже невозможно. Понятно, что расширяется сотрудничество, если раньше Северная Корея получала только продовольствие, ну, в основном продовольствие и топливо, то теперь она хочет и технологий, да, это авиационные, космические, видимо, развитие ядерных технологий, поэтому в этих условиях просто заявлений о беспокойстве мало, и поэтому, естественно, что реакция Южной Кореи абсолютно правильна. И я думаю, что, наверное, пока что говорить рано о том, что это будут массированные большие поставки, тем более, что есть заявления Южной Кореи и Южной Кореи о том, что все-таки пока что они оставляют Москву и Пхеньян в такой стратегической неопределенности, то есть непонятно, когда это будет, что это будет, но они, в общем-то, для давления предупредили об этом. Ну и это, в общем-то, часть такой, скажем так, у Москвы получилось сделать так, что многие страны, которые где-то дистанцировались, они теперь более четко будут занимать эту позицию. То есть на примере Южной Кореи это очень заметно. Азиатская турне диктатора Путина вчера продолжилась в Ханое. Во Вьетнаме Путин встретился с президентом Толамом, и в целом стороны подписали более 10 документов, там расширение сотрудничества в энергетике, ядерной науке, технологиях. И вот в США раскритиковали Вьетнам за согласие принять Путина, поскольку, цитирую, ни одна страна не должна предоставлять диктатору платформу для содействия его агрессивной войне. Вот в последние годы Вьетнам предпочитал развивать отношения с США, но не отворачиваясь от России и Китая. Бамбуковая дипломатия это называется. Как вы полагаете, после визита Путина и вот такой реакции США, что может измениться? Думаю, что на самом деле Вьетнам показал себя еще и перед этим. То есть, например, отсутствие участия в глобальном саммите мира, то есть неподписание коммунике, ну и большие сомнения, что Вьетнам присоединится к коммунике. И опять же, вот этот, ну, переговоры с Россией в том числе, которые, кстати, не вчера начались на самом деле, то есть тут речь, возможно, о возобновлении военной, военно-морской базы в Камране на территории Вьетнама, то, ну, скажем так, несмотря на вот эту цветастую там реплику о том, что это бамбуковая дипломатия, что Вьетнаму приходится лавировать между Китаем и Россией, учитывать их интересы, при этом вот гибко так и навстречу к Соединенным Штатам, на самом деле говорит о другом, о том, что, в общем-то, за вот этими цветистыми такими выражениями скрывается на самом деле, да, ну, такой коммунистический режим, да. Вьетнам страна, конечно, не тоталитарная, но, тем не менее, это все-таки вот эта вот правящая роль правящей партии, она абсолютно четко определяет такой вот догматизм в таких отношениях. Я думаю, что все же Вьетнам, поскольку у него есть определенные проблемы с Китайской Народной Республикой, то в какой-то момент прислушается к заявлениям Соединенных Штатов, тем более, что в экономическом плане это значительно выгоднее, это сотрудничество, опять же, никуда не делись устремления империалистической Китайской Народной Республики, которая, да, тоже сейчас, в общем-то, является, там, в определенном смысле спонсором Российской Федерации. И я, ну, сложно предположить, что вот этот вот альянс будет очень уж прочным. В любом случае Вьетнаму придется осознать то, что такая стратегия, она ошибочна, и последствия для нее могут быть, ну, самыми своеобразными, то есть тут и очень различными, да, то есть тут в том числе и относительно экономических связей с Соединенными Штатами. Поэтому тут, ну, такой прогноз о том, что это надолго, ну, вряд ли стоит его давать. Премьер-министр Нидерландов Марк Рюте может стать следующим генсеком НАТО. Издание «Политика» сообщает, что все 32 члена альянса одобрили его кандидатуру, и последними были Словакия, Румыния и Венгрия. Также сообщается, что Рюте и Орбан встретились в понедельник вечером в Куларах ужина лидеров ЕС Брюсселя и имели хороший разговор. В частности, Рюте пообещал, что во время его пребывания в должности Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности НАТО в поддержку Украины. Вот такая формулировка. Как по-вашему, это значит, что, ну, если не помогаете, то хотя бы не мешаете? Так получается? Ну, да, относительно этого можно так и говорить, тем более, что и НАТО, и Европейскому Союзу приходится искать, там, рычаги влияния на Венгрию, ее где-то лавировать в отношениях с ней, поскольку пока что принципы управления консенсусом, да, никуда не поменялись. Естественно, что с такой точки зрения, ну, как бы сказать, да, ну, там, не будем говорить о порядочности, да, но, то есть, вот, принципов НАТО, то это, конечно, выглядит дико, когда премьер-министр Венгрии Орбан заявляет о том, что Венгрия находится под защитой НАТО, Венгрия в коллективной системе безопасности, при этом начинает рассказывать, что она не обязана не принимать, принимать участие в каких-то вещах. То есть, но, тем не менее, тут я бы не стал это оценивать так однозначно, как такую победу со стороны Венгрии, да, то есть, скажем так, ее значение для Альянса как военной силы и в любом другом смысле, оно достаточно, ну, условно, да, то есть, да, это на уровне Восточной Европы, это определенный какой-то вес представляет, но на самом деле тут можно, это, в общем-то, тоже не первый раз такая история. В свое время, в 60-е годы, при Деголе даже Франция выходила из военной организации НАТО, оставаясь политической, то есть, проводя свою какую-то политику. Здесь, я думаю, что этот вопрос до того момента, пока Виктор Орбан является премьер-министром. Потом будут, произойдут значительные изменения. Ну, и можно, опять же, говорить о том, что сам по себе Марк Рюта, который становится генеральным секретарем, он, как опытный политик, решил как-то избавиться от определенных проблем в начале своего пути, да, то есть, и ситуация, кстати сказать, может и поменяться, да, то есть, если ситуация будет обостряться, то некоторые вот эти преференции, которые сейчас были обещаны Венгрии, они все-таки, ей придется считаться с тем, что пребывание в НАТО, это не только преференции, а еще и ответственность. Поэтому в данных условиях все было вот в рамках политической целесообразности. Буквально меньше минуты у нас остается времени. Через несколько недель будет юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне. Чего ждать Украине? Буквально коротко, в одной фразе, но тем не менее. Как вы считаете? Да, мы, конечно же, для Украины приоритетом было бы, конечно же, получение, приглашение на вступление в НАТО, в Альянс. Естественно, что сейчас мы видим, что таких, скорее всего, прозвучит не приглашение, какое-то, в общем-то, согласие очередное на то, что Украина однозначно станет членом Альянса. Но при этом, я думаю, что мы увидим определенное переформатирование помощи Украине, увеличение ее. И точно можно сказать, что, возможно, мы увидим, как координация этой помощи, например, от Рамштайна, переходит именно под эгиду НАТО. Спасибо, Дмитрий, за Ваши ответы. Дмитрий Левый из «Политолог» был на связи со студией «Фридом». Телеграм-канале «Фридом». Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Дмитрий Левый из «Политолог»